Грань. Село в Павловском районе Воронежской области России. Входит в состав Покровского сельского поселения. Село возникло в середине 18 века, как два хутора, Ионов и Таранов. Первые жители поселились около озер Грани, Хмаринские. Поэтому поселок сначала получил название Граной, а затем Грань. Озера такое имя получили потому, что они разграничивали два каких-то местных земельных владения. Поселок Грань отмечен на картах российского атласа 1792 года. К середине 19 века оба хутора объединились под названием Грань по наименованию рядом находящегося озера. В 1859 году на хуторе Грань насчитывалось 70 дворов. Численность мужского населения составляла 363 человека, женского – 366 человек. В 1896 году здесь была выстроена каменная церковь Рождества Богородицы с приходской школы в деревянном здании, и хутор получил статус села. В 1900 году в селе было 1117 жителей, 207 дворов, общественное здание и лавка. Расположено село в западной части поселения, вытянуто вдоль левого берега реки Дон. Удалено от центра поселения на 9 километров. Заезд в село осуществляется с дороги регионального значения М4 Дон. Но мы заезжали с другой стороны, от хутора Прияр Лискинского района. Жилые кварталы населенного пункта преимущественно прямоугольной формы. Улицы имеют двустороннюю застройку. Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. На территории формировавшейся общественно-деловой зоны расположены следующие здания. Библиотека, ФАП, школа, отделение связи и магазины. Зона сельскохозяйственного использования в границах села представлена огородами, пашнями, сенокосами. Село Грань имеет две улицы – Озерная и Первомайская. В марте 2015 года в селе произошел пожар, в результате которого выгорела часть одной из улиц. На тушение прибыли пожарные расчеты из Лосева и Павловска. Прибежали местные жители. Общими усилиями им удалось остановить распространение огня. По предположению спасателей, очаг возгорания находился в доме номер 92. Из-за очень сильного ветра, пламя поверху и понизу перебросилось на соседние дома и постройки в основном деревянные. На данный момент в селе проживает около 350 жителей.